Уважаемые товарищи, сегодня мы собрались на заседание Совета Безопасности в таком широком составе, чтобы продолжить разговор о повышении роли этого коллективного органа в жизни нашего государства, в том числе в вопросах защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. А также защиты конституционного настроя, поддержания гражданского мира и согласия противодействия экстремизму и терроризму – самый широкий круг проблем. Безусловно, роли полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами время. Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах на новый декрет и не владеет вопросом, объясню. Совет Безопасности – это не одни силовики, как некоторые тут пописывали. Среди постоянных членов Совета Безопасности половина должностных лиц сугубо гражданские люди, руководители правительства, обеих палат парламента, администрации президента. А если взять полный состав Совбеза, это вообще две трети гражданских людей. Также напомню, что данный конституционный орган обеспечивает реализацию полномочий главы государства в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе как главнокомандующего вооруженными силами. Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители основных силовых структур. Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который мы сегодня рассмотрим в деталях, которые регламентируют работу Совбеза, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто. Новое положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию, закон об обороне, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого положения о Совбезе внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего, в странах-союзниках. Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов при одолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в несостоявшееся государство, мы должны закрепить за Советом Безопасности новые, конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Все это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном 9 мая мной декрете.